привет друзья рад приветствовать вас на канале капитан герман сегодня у нас утро 5 очередного дня я решил сделать очередной выпуск такой вот как у нас был немножко у бытовухие потому что судя по всему такой вариант зашел у нас есть тут интересные темы для обсуждений и большие планы на день поэтому давайте запасаемся попкорном или там ужин что угодно утренний кофе и поехали так прежде чем мы начнем наш яхтенный выпуск хочу напомнить вам о том что нашим партнером является компания авиасейлс вам нужно дешево лететь авиасейлс и билет у вас в кармане но это еще не все у авиасейлс есть направление для бизнеса для юридических лиц вся бюрократия связанная с командировками может быть не на ваших плечах а на плечах вашего партнера авиасейлс а мы идем дальше у нас кстати сезон дождей начался такое течет с неба эта гадость но бывает такое что нужно потечет подчет потом опять выходит солнышко а потом бывает как затянет на целый день у меня есть новость мне позвонил наш почтальон который занимается логистикой сказал что пришли мои посылочки а это между прочим под дрон пришла очень прикольная штука я вам сейчас все покажу а мы сейчас будем готовить севиче на завтрак и не просто севиче а севиче из креветок но для начала их нужно конечно же почистить креветки свежие но они нам на самом деле свежие нужны но еще прикол что головы мы не выбрасываем потому что из голов мы будем сегодня делать наживку для ловли рыбы у нас есть головы кривитосов которые пойдут на рыбалку а сейчас мы их просто на ри за ем этот вкусный бульон я думаю вы понимаете куда идет смотрите что он делает ты еще на сри туда кстати лук здесь иногда чищенный иногда не чищенный чарли привозит иногда и такой и такой мы его режем такими вот маленькими кубиками кстати лимон у меня закончился поэтому надо будет сейчас пойти все равно за овощами его докупить так все лимон мы сюда выжали теперь нам нужна такая трава которая называется кулантру а кулантру это что-то между петрушкой и кинзой вот она просто выглядит по-другому с листочками я не знаю как она называется на понятных языках но по-испански называется кулантру а кстати петрушка называется силантру а кулантру у нас между прочим то и нет значит нужно идти покупать потому что мы все приготовим сейчас и потом добавим кулантру без него будет хуже берем теперь уксус и чуть-чуть плещем сюда уксуса но это еще не все у нас есть мешочек с красным перцем поэтому вот сюда вот так вот мы насыпаем красного перца и вот это вот всю вот эту кашу перемешиваем мы его накрываем и ставим в холодильник ну что меня часто спрашивают а как я поднимаю спускают узик на палубу давайте я вам сейчас покажу в одиночку в одно лицо совершенно не проблема его не ставить не спускать ну давайте покажу в общем чушь чушь тут рассказывать то и чтобы все произошло удачно нам нужно сделать некоторую подготовку такие большие кольца которые прямо в вареный в дно тузика и у нас получается вот идет одна веревка у нас есть вторая веревка которая идет странца 2 эти петли встречались но встречались в определенном месте чтобы когда вы поднимаете тузик он наклонялся назад мотор был тяжелее и он где-то под 45 градусов может даже больше был наклонен назад и важный момент о котором обычно все забывают включая меня это заткнуть пробочку потому что потом будет большой и конкретный сюрприз так вот эта веревка это у нас main sale halet мы его открываем нужно определить с какой стороны у нас будет main sale halet и проверить чтобы он шел снаружи всех веревок а не шел внутри лэзи джеков если что его нужно перепровести все готово так а далее мы нажимаем эту кнопочку и поднимаем нос тузика вот так достаточно теперь наша задача приподнять мотор и вынести его за шрамс ну все вы готовы а теперь начинаете просто спускать запомните очень важно после того как вы отцепили тузик и он у вас спокойно находится сзади и как вы видите привязан по интерам обратите внимание что вы никогда не бросаете халят халят постоянно подконтрольно перебирается и вы его подходите и вешаете на борт потому что вам нужно будет потом тузик поднимать ну что если вы думаете что вот так вот все легко и произошло не хочу вас расстраивать легко ничего не бывает потому что мотор у нас ямаха умер полностью то есть я не понимаю что случилось я его пытался заводить он просто даже не проворачивается цилиндры заклинило ну во всяком случае так выглядит поэтому я сейчас его отдал в ремонт короче это полная хрень с мотором я прямо расстроен жестко потому что я им не пользовался какое-то время и он просто перестал работать но не бывает такого то есть все двухтактные моторы так сделаны примитивно что они не ломаются к сожалению я не знаю что с этим делать блин ну вот такие большие ремонт я обычно сам не делаю потому что они ну реально трудоемкие у меня негде то есть разобрать чтобы испачкать всю лодку в общем я отдал здесь в мастерскую будем задавать вопросы им уже наверное чуть чуть попозже во всяком случае они его уже разбирают я не помню показывал вам или нет наши здесь кошмары тримаран который выбросила на риф здесь все просто берем как обычно здесь все просто берем как обычно все просто берем как обычно это не Попробуем найти его, Сергей, но здесь есть кулантра. Где? Попробуем найти его. Здесь есть кулантра. Эта есть кулантра. А, хорошо. Попробуем. Ммм, fresко. Ммм. Да? Короче. Хорошо. Угу. Одно, два, три. Ага. Ага. Но это хорошо для севиче? Это немного. Но нужно больше, чтобы это хорошо. А, хорошо. Это хорошо для меня. Но потом нет больше. А, это хорошо для меня. Я не требую много. Ну вот этого нам хватит, короче. А сейчас здесь сезон манго. Чарли, сколько манго? Три на доллар. Три на доллар. Ну вот я думаю, что на этой замечательной ноте мы сейчас и прекратим покупки. Мы уже это делали с вами. Сильно на это выделять внимание не будем. Нам нужно было кулантру. Мы его нашли. Так, продуктов я купил на 8,50. Вот такой вот мешочек получился. А сейчас мы идем в мастерские. И будем смотреть, что же с нашим двигателем случилось. Вот здесь спереди стоит катамаран. Я не знаю зачем, но они, короче, срезали с него кили. Наверное, для того, чтобы можно было выезжать на берег. Но я даже не хочу думать об этом. Ужасная история. Вот это наша голова. Вот отсюда выходят выхлопные газы. Вот здесь, вот эта часть, отсюда торчит шафт, который, собственно, крутит пропеллер. И в этой части карбюратор. Вот стоит он, кстати, вот он лежит. А здесь у нас цилиндры. Вот вы видите, свечки торчат. Раз, два. Это два цилиндра. Короче, что случилось? Цилиндры окей. Но я их, во всяком случае, колечки поменяю. Потому что уже разобрали, так чего нет. Вот эта штука, которая не дает воде поступать внутрь. Там находится сальник. И здесь крутится шафт. Так вот, через нее она заржавела. И через нее вода начала поступать в нижний цилиндр. Но это еще фигня. Вот она здесь полностью окислилась. И прямо вот внутри заблокировала шафт. Короче, ее сняли, выбили. Рассверлили. Но ничего не получится. Потому что вода будет через нее поступать внутрь двигателя. Поэтому вот эту часть придется купить новую. Заодно купить новые поршни. Колечки. Ну раз уж разобрали, сделать все нормально. Там поменять масло в ноге. В общем, у нас задача такая нетривиальная. Какое-то время займет. Я думаю, две недели где-то займет доставка всех запчастей. Что-то можно здесь купить. Что-то надо будет заказывать. Короче, сегодня занимаемся инвентаризацией. И где-то через час будет понятно вообще, что же нам это все обойдется. У нас тузик, стоящий без мотора. Ну ничего, у нас есть еще второй запасной маленький. Мы его оденем и будем пользоваться. Короче, с Yamaha у нас ситуация следующая. Вот этот oil housing у нас идет, естественно, под замену. Когда разобрали, посмотрели состояние поршней и колец, так как Yamaha я брал не новую, у нее был перегрев. То есть один поршень надо однозначно менять. Есть небольшая выработка в цилиндре, но его ремонтировать не надо. Короче, если мы посмотрели на то, что подлежит замене, плюс сервис ноги, то есть замена масла и прочее. Получается, что стоимость ремонта мотора будет около 450 американских долларов. Это вместе с работой, с полностью под ключ. И из которых процентов, наверное, 65-70 это запчасти. Поэтому вот считайте на пустом месте на 500 баксов по пандос. Причем непонятно из-за чего, есть шанс, что когда-то этот мотор стоял на тузике с низким трансом. И вот этот water housing был под водой, пошла коррозия и он заблокировал вал, заблокировал шафт. Ну вот, к сожалению, такая история. Но ничего, не унываем, просто попали немножко. День по пандосов, что ж, не первый. Я у народ. А почему не подписаны, у нас на канале есть подписочка, колокольчик. Вам все равно, а для нас это важно. Давайте больше аудитории, больше прикольного контента. Продолжаем. Вот это нужно порезать очень мелко. Потому что листья у этого кулантра чуть-чуть жестковатые. Если их порезать вот так, как петрушку, то они будут давать такую фактуру не очень. Вот оно, готовенькое наше сивичечко. Ну что, пробуем? Не зря я это кулантра ждал, потому что если кулантра нет, совершенно не тот вкус. Он так чуть-чуть чувствуется, но он дает очень много. Идем, конечно, не наешься. Ну и не страшно, это будет просто такой легкий аперитив перед началом дня. Ну и полирнем мы наши сивичи, наверное, мангушей. Я режу манго вот так вот, потому что мне не нравится, если его вот кусать, вот в этих вот местах очень жесткие волокна. И если их кусать, то потом все зубы, блин, в этих волосках. Сезон манго это просто волшебно. Очень вкусно. Кстати, хотел сказать мне, часто вот из последних комментариев на канале пишут, почему ты никуда не идешь с Панамой. Я так понимаю, что пишут в основном обладатели паспорта РФ или Украины. И у меня вопрос, а чего вы не съездите в Европу, например, сейчас? Закрыто, да, не пускают. И визы не дают. А что ж так, у нас там чем-то сильно отличается? Или выйти в море и вот там вот постоянно стоять нон-стоп? Давайте будем реалистами, будем немножечко добрее, перестанем писать хейтерские комменты. Потому что все сейчас стоят по определенным причинам. Хотя вот у меня, судя по тому, что я читаю, возникает вопрос, что человек лежал в коме, потом такой смотрит, а у меня все видео из Панамы. И он такой сразу первый начинает писать, причем совершенно не понимая реальности, несмотря по сторонам, не понимает, что ковид и вообще как бы, наверное, ничего не понимает, что сейчас происходит. Но, тем не менее, ладно, не будем о плохом. У меня, кстати, сегодня есть идея поехать половить рыбу, потому что, как бы, вот такое у меня настроение. Хотя, вы знаете, это не моя любимая тема. Но, тем не менее, наверное, сегодня наловлю свежие рыбы. А сейчас допиваю кофе и идем. У нас соседская лодка пришла. Посмотрите, между прочим, какой флаг израильский. Не очень часто встречаются лодки с израильским флагом. Леран. 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 А Тара С кофе? Нет, я просто сейчас. А, окей. Может, позже. Может, позже. Когда жарко, 35 градусов, мы же все-таки находимся на экваторе, не забывайте. Офигенно, когда ты можешь нормально работать в кондиционированном помещении. Потому что ты приходишь с улицы и весь мокрый у тебя прилипает. А потом можно садиться и нормально заниматься делами. Итак, что у меня есть? Я уже, единственное, распаковался. У меня есть моторчики. Они пришли в такой красивой коробочке, но я на них уже надел пропеллеры, вентиляторы. Такие вот они маленькие. Идея в чем? Я хочу поставить помощнее камеру, которая будет писать красиво, офигенное качество. Ну, не 4К, но Full HD, пока будет писать на флешку. На вот таком вот нашем маленьком дроне, который вы видели. Но эту камеру нужно, чтобы тянуло больше батареек. Поэтому я заказал мощнее моторчики. Будем собирать две батарейки. И, собственно, идем тестить. А вот, собственно, пришла и камера. Смотрите. Вот здесь внутри камера. А вот тут. Оп. И вот это сюда пишет прямо на флешку. Тэн-тэн-тэн-тэн-тэн. Вот сейчас я это подключу. Причем оно plug-and-play. И оно должно подходить под ту систему, которая у меня дрон. Просто его нужно раскрутить, воткнуть и все должно работать. Ну, и я перепаял под 2S батарейки. Вот у меня, получается, два разъема, так как батарейки еще не пришли. Я просто подключу одну и вторую. Что же, что же у нас здесь? У нас здесь дрон. И иду я дронить. Короче, сейчас будем испытывать новую систему, новый сетап, новую 2S батарею. И вообще кучу-кучу всего интересного. Короче, давайте. У меня уже руки чешутся, не терпится. Железный капут. Вот он наш красивенький газончик, который ждет нас с нетерпением. Ну что, полетели? Короче, у нас фигня случилась. Дрон ударился в пальму и отлетел в воду. После соленой воды обычно не выживает ничего. Поэтому батарейку я отключил. Он там лежал, дымил из-под воды. Но я думаю, что особого смысла восстанавливать там ничего не будет. Я сейчас, конечно, приду все помою пресной водой, потом спиртиком и все почищу. Но будем реалистами. В общем, сегодняшнего полета у нас получилось ровно 20 секунд. Ну что, ***, налетался? Доволен, да? Утопил дрон. Прямо злость берет. Причем самое ужасное в этой ситуации, что я карточку в новую писалку, которая, кстати, умерла за 65 баксов. Умерла. Самая короткая жизнь, наверное, у всех этих пишущих систем с камерами была у нее. Короче, обидно то, что нету записи, потому что карточку я не вставлял. Я решил же сделать тест-драйв. Он же летает по-другому. Но это еще не самое ужасное. У меня в маске он написал, что карточка фулл, поэтому записи того, что произошло у меня нет. У меня есть буквально там 10 секунд записи, когда я взлетаю. Ну, а дальше, увы, еще и непонятно, что произошло. Короче, прямо ужасная история. Ну что ж, дрон умер. В общем, я надеюсь, вот эта красивая плата, которой мы ни разу не воспользовались. Вернее, даже я не успел записать, потому что я вытащил карточку, чтобы просто запустить, проверить. В общем, ничего не записалось. Ну, оно вроде выглядит целое. Заказываем новые детали, ждем, пока оно приедет. Короче, прямо обидно. Вот так вот выглядит то, что случилось с дроном. Смотрите. Ну, в общем, я эту штуку просушил, почистил, включил, и вот она начала плавиться и дымить. Поэтому здесь, к сожалению, все. В общем, ей уже ничем не помочь. Вот эта фигня идет в мусорник. А я заказываю такую же детальку. Будет она здесь, наверное, через недельки-полторы. Поэтому до этого времени буду заниматься чем-то другим или летать на тренажере, к сожалению. Ну что, вот настало то время, когда пора готовиться к рыбалке. Накопать червей, что там еще нужно. Динамит взять. Проверить, не просрочен ли. Мотор Yamaha умерла. Дрон умер. Я думаю, что на сегодня достаточно плохих новостей. Просто деньги сыпятся. Полетели, полетели во все стороны. Здравствуйте. Как спирать? С Tetris. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу на次жать воду. Здравствуйте. Здравствуйте. как классно когда моторчик легенький так ну что сколько мы его не заводили уже давненько открываем краник надо газу добавить в общем этот мотор достаточно давно у нас не заводился как вы видите бум 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 все запустилась на нем и поездим сейчас он по прогревается немного и все у нас есть маленький мотор пока большой в ремонте к сожалению мы делаем крутой контент и у нас самые крутые зрители но не забывайте пожалуйста подписаться и нажать колокольчик потому что для нас это важно мы растем можем своим весом давить на крутых гостей и они будут говорить да да мы к вам хотим и это от вас зависит мы продолжаем ну что я уже практически готов ловить рыбу чуть погреется сейчас и надо придумать куда ехать какое-то место поприкольнее что здесь глубоко и потом будет сразу мелко я еще в поляризационных очках и мне все отлично видно шикарно стоим тут риф он его даже видно он мелкий здесь прямо глубина и вот собственно так как я хотел так и будем стоять ну выглядит в общем все как мне надо мы отъезжаем я же в конце концов на рыбалку то приехал кстати интересная снасти взял офигенно вот так вот сидишь никого нет и вроде как бы рядом с цивилизацией потому что на таком моторе сильно далеко не уедешь и там от лодки стоят а здесь можно просто даже нырнуть искупаться знали как считать кстати сколько до заката вытянутая рука вот так вот ставите пальцы на горизонт и считаете сколько их вот так до солнца обычно вот у меня один палец 12 минут то есть нужно свои пальцы откалибровать под собственно время сейчас еще глоточек пива и начинаем на собирать снасти для рыбалки мистика креветочки снасть у нас очень простая грузов крючок лёвка первый пошел теперь делаем также с остальными забрать его ожидаем минуточка гедонизма тузик с держателем для пива этими руками сделал мне кажется что можно забросить вот такой воблер с такими крючками или привязать вот такой я думаю будет хорошо вот такой между прочим я на него ловил большого тунца где-то метра полтора два вот такой вот ловится у меня есть ну это самый большой у меня таких больших нет но это конечно для троллинга это не для этого всего сейчас еще себе второе пиво открою точно клюнет самый тот момент когда буду открывать пиво вообще как вы знаете я рыбу не люблю ловить иногда по приколу конечно вот типа когда хочется какого-нибудь такого настроения я абсолютно не против ну просто не с точки зрения добычи меня добыча в принципе не сильно интересует потому что если говорить о том насколько это эффективно то есть пойти и купить это дешевле а если вот взять вариант того что ты находишься наедине с природой может быть даже понырять может быть какую-то рыбу пристрелить мне было бы более интересно просто для разнообразия потому что у меня сейчас много работы я сижу постоянно за компом мне кажется иногда нужно голову переключать и вот такое то что ты крайне редко делаешь мне кажется нормально и плюс наедине с природой если бы не дина я вообще сюда на природу не выходила так как видите иногда настроение есть такое а если что-то поймается вообще будет хорошо это не за борт это внутри тузика есть ветров вообще она вот эти креветки очень много всего здесь ловил раньше видно или место не то или рыба не голодная или такой рыбак короче я думаю что последнее наверное самая здесь правильная поэтому мы сейчас будем заниматься троллингом более динамичным видом рыбой ловли воблеры для троллинга вот такие и и мы немножечко покатаемся так как у нас тузик медленный это прекрасная скорость для того чтобы троллить может что-то хищное поймается здесь кстати местные так делают посмотрим сейчас выкинем сзади будем ехать и посмотрим троллинг вообще нормальная тема так все выбрасываем несемся очень красиво на закате вот так вот поездить кстати вот троллинг нормальная тема можно ездить я просто не люблю наверное стоять на месте когда рыбу ловлю в таком формате в принципе меня устраивает можно даже повторить единственное что конечно моторчик так себе но это не его максимум можно быстрее прямо ракета но нам так не надо вот у нас и закончился еще один день насыщенный событиями просто кошмар сломался мотор утопил дрон ничего не поймал и вообще как-то уже вроде должно быть и настроение такое не очень из-за этого всего но я собираюсь пойти в барчик потому что жрать у меня естественно нечего друзья подписка лайк колокол вы в курсе ваших задач я в курсе моих задач увидимся через неделю пока